Память святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, почтили и в Астраханской епархии. В народе этот день называют просто Никола Зимний. Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Вводил из плена и заточение в темницах, спасал утопающих в море. В Астраханском крае в честь этого любимого и почитаемого по всему миру святого построено 14 церквей. В некоторых из них побывала наша коллега Римма Хохлова. До революции на перекрестке улиц Советская и Калинина находился Благовещенский женский монастырь. Когда-то монахи не устраивали здесь швейные мастерские, возделывали огороды и растили сады, помогали детям и неимущим. Несколько лет назад на территории бывшего монастыря была освящена Свято-Никольская часовня. Николая Угодника многие астраханцы считают своим небесным покровителем. Поэтому пришли сюда, чтобы выразить свою любовь. Он подает нам пример в жизни, как себя вести, как сейчас в трудное время для России и для нашего города в том числе. Нужно все-таки мириться со всеми, не озлобляться, быть больше добрее к людям, ближе к людям. У меня были такие моменты, когда мне было так плохо, я падала, я приходила, плакала, падала к нему в ноги. А у меня это чудо произошло. Сейчас в моей семье лад. А вот в надвратном Никольском храме на территории Астраханского Кремля главные прихожане – дети. Старинную церковь больше двух лет назад передали православной гимназии. Теперь она стала домовым храмом юных гимназистов и постепенно преображается. Сделали проект реставрации храма святителя Николая Чудотворца. Будут крыши поновлены, будут росписи новые, старые, закреплены. Будет сменен пол на более современный, красивый и удобный. И яркий и веселый праздник в стенах учебного заведения. Сочинения стихи о святителе Николае, иконы из бисер, расписные игрушки, рисунки и поделки, постные сладости. Все делали сами гимназисты, конечно, не без участия пап и мам. Изюминка выставки и ярмарки – сказочный пряничный домик. Пряничный домик мы делали вместе с мамой. Сначала сделали несколько коржей, потом добавили туда много пряностей, потом склеили с помощью меда и крема. В гости к ребятам пришла и председатель попечительского совета православной гимназии. Вера Жилкина не скрывает восхищение. Творчество детей пришлось ей по вкусу. Это уже учебное заведение со своими традициями. Здесь работают и учатся неравнодушные люди. Потом я говорю, я думаю, им помогает то место, где они учатся. Это наш замечательный Кремль. Это место, которое любимо всеми нашими православными астраханцами. Особенный день для прихожан церкви Ругинской иконы Божьей Матери в селе Началово Привожского района. В праздник они смогли поклониться святыне. Во время службы в храме стоял ковчег с частицей мощи Николая Угодника. А вот последующие два дня святыня побывает в Риманском районе, в селах Аля, Берючи, Коса и Рынок.